Давайте потихонечку стартовать. Меня зовут Крейл, это Нотиль, это Хьордис. Мы делаем электронику для игр. Не только мы трое, но и, собственно, вокруг. Какие-то еще люди с нами. Так, скажите, пожалуйста, кто здесь в первый раз? Раз, два, три. Спасибо. Я просто спрашиваю для того, чтобы понять, насколько много внимания нужно уделять нашим новостям и насколько много внимания уделять всему. Общий тезис, то есть общая идея, вокруг которой мы строим наше все, мы хотим делать мир волшебнее. Потому что в этом мире магия отыгрывается электроникой, поэтому тезис такой – хочешь быть волшебником – учись и плюс-плюс. Ну и, собственно, при помощи электроники мы делаем штуки, чтобы мир был волшебней. Все многократно описаны в сказках вещи типа кинжалов, которые реагируют на орков, типа ситуации, когда можно что-то почувствовать наличие какой-то магии вокруг, дергающиеся, ведьмачи медальоны, всякие вещи типа светлячков показывают дорогу в лесу. Все это можно делать при помощи электроники. Помимо волшебных вещей мы занимаемся также и по запросам хай-теком, да, как это называется? Ну, научно-фантастикой. Ну, про все про это мы сейчас будем говорить. Сейчас мы вкратце расскажем, что было для электроники за прошедший 2021 год. Я скажу отдельно, что лично я электроникой занимаюсь уже лет 20, что ли, что-то такое, ну, в смысле для рулевых игр. Чего-то, какие-то там мощные движения начались года с 2008, собственно, и вот тянутся по сети. Да, и соответственно, как мы на каждый год знаем, происходит примерно вот такое количество всего. Соответственно, в 2021 году было 21-25 проектов, на которых была так или иначе наша электроника. Мы сделали 8 новых устройств и систем, которые вам почти все сейчас покажем, либо вживую, либо на фотографии. Соответственно, они здесь перечислены, я не буду зачислить, потому что мы дальше по конкретному из них пройдемся. Да, соответственно, мы подняли, дали набойную передачу. Об этом мы расскажем в разделе про картину. Потому что раньше наше радио достигало в лесу где-то стаме, и наши возможности сильнее. Соответственно, мы на наших всеми любимых коварских колбах наконец-то сделали экраны. И об этом мы тоже расскажем в разделе, посвященном коварским колбам. Мы сделали новые кристаллы. Вот они и стоят на столе перед вами и светятся. И мы делаем аппит для медальонов, чтобы медальоны мог проявировать не только крейл, а еще какие-нибудь люди, знающие C++, с ошловаренным крылья. И об этом мы тоже подробнее все потихонечку расскажем. У нас мало времени, придется торопиться, извините. Будем бежать. Волшебные флейты. Вот они, товарищи, значит. Значит, собственно, давай... Собственно, история в том, что есть любимые многими сериалы по китайцам. И в этих сериалах есть заклинатели, которые при помощи флейт творят магию. Ну, точнее, при помощи музыки в целом. То есть музыка — это боевой инструмент так же, как меч. Соответственно, мы хотели придумать такое решение, которое поможет людям, использовать отец на ролевых играх без реальных навыков. То есть понятно, что можно уметь играть на флейте, выйти красиво сыграть. Но это... Удел у многих. Удел у многих. Да, обычно большинство игроков может сыграть на флейте только мелодию изгнания других заигроков. Вот, и, соответственно, мы решили им немножко помочь. И, соответственно, сделали вот такие флейты. Соответственно, расскажи, что это. Давай, держи. Вот. Значит, во флейте есть микроконтроллер, конечно же, микро-SD-карта. Флейт подключается по USB. И на SD-карту заливаются MP3-Wav файлы с мелодиями. У флейты есть семь кнопочек. Или шесть? Семь. Семь. Семь кнопочек. Значит, и дальше, собственно, сейчас сделана довольно простая логика. Нажимаешь кнопку, пока держишь, оно играет. Семь. 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 Ты можешь сделать вид, что он такой красивый, идешь и играешь. Давай другую. Это какие-то мелодии записаны в какой-то игре. На звучание флейты они не похожи, но и не страшно. Вот, ладно. Значит, собственно, смысл в том, что... Ну, по-моему, это маленькая колонка формы флейты. Да, можно так сказать. Поскольку она программируется, то можно сделать из нее синтезатор. То есть на каждую кнопку повесить, например, ноту или трезвучие, и играть на ней по-настоящему, что называется. Но пока не было такой задачи. В флейте есть... Можно сделать ограничение, оно было на первой игре, что юный заклинатель может вот эту мелодию сыграть раз в час, не чаще. Значит, в этой штуке есть радио. При помощи флейты можно либо управлять какими-нибудь объектами... Флёртись, пожалуйста. Здесь у нас есть кристаллы, и вот они меняют цвет под воздействием музыки флейта. Это связано с тем, что в кристаллах тоже есть радио. На это можно поместить некоторую сконтиграмную логику, типа того, что если в комнате достаточно этих кристаллов, приходят заклинатели, он играет мелодию, и вот кристаллы меняют свой цвет, например. А можно поместить логику, что из нашей медальоны, какой-нибудь слой маг нажимает кнопочку, и всё, ты больше не можешь играть мелодию исцеления, ты и проклят. То есть радио управляет очень много игроков. То есть либо флейта воздействует на окружающее пространство, и вокруг неё что-то происходит. Например, флейта может дать сигнал нашему медальону на груди игрока, которого исцеляют, что вот он исцелён, например. Или наоборот, что мед не исцелён, что ему наоборот стало хуже. Так и наоборот. Окружающее пространство может влиять на флейту, то есть ты пришёл в некоторую комнату, в которой твои мелодии не играют, в тебе не получится воспользоваться силой. Значит, аналогично. В присутствии каких-то людей флейта может играть мелодию, или наоборот, не мочь играть мелодию. В общем, пространство для всяких вариантов. В общем, у нас есть радио, и там есть много игровых сценариев. Да. Так, давай дальше. Да, собственно, аксельрометок там тоже есть. А про камень у нас ничего нет? Чего ты к нему тянешься? А, ну... Моешь просто его включить, и сказать его вне программы. Вот, собственно, говорящий камень. Его суть в том, что он лежит, и если его потрогать, он начинает проигрывать то, что у него там записано. Это смерть Сюьяна. Это смерть Владея и Сюьяна Петальцева. В общем, ты идёшь в подземелье, пинаешь камень, он ржёт на тобой. Приятно же? В чём как-то было смешно, когда тёмное подземелье, он чувствует вибрации, и даже небольшие. И дальше партия движется по подземелью, и тут над ними начинает посмехаться. Очень забавно. Ну и можешь ещё что-нибудь ещё говорить. Положи на меня на место, и не трогай бы грязными руками. Вот. Можно... Да, в нём, конечно же, есть радио. Его можно стыковать с медальоном и флейтой, и прочим таким. То есть можно, например, на основе этих камней сделать целый квест, что этот камень лежит где-нибудь в лесу, к нему приходит человек с правильным медальоном, и камень там ему не просто смеётся над ним, а говорит, а, рядом есть там потомок великого, значит, того-то, ему я расскажу тайну. И рассказывает тайну. А он идёт не один и такой упалёт. Да, да. Проблема. Проблема, да. Решили. Проблема, да. Решили. Так, флейт. Да, это иллюстрация к флейтам. Так. Дракон. Значит, мы его не привезли. Мы... Ну, он занял в этой комнате. Значит, задача была такая. Есть дракон, его нужно атаковать. Дракон подсвечен... У дракона есть пять частей тела, подсвеченные каждой индивидуальной лентой. И, значит, в процессе драки, значит, с драконом есть специальный меч. Да, цвета дракона меняются рандомным образом. Но есть меч, у которого есть нагардия. Я нагардия. Он там лежит на столе, а у него даже светится. Вот он, да. Вот. Значит, когда цвет свечения меча совпадает... Ну, цвет меча зелёный, у дракона зелёный хвост, значит, нужно бить в хвост. Вот. А если бить в голову, то дракону будет всё равно. Вот такая вот была хитрая модель. Вот. Но задача была непростая, потому что потребовалось управлять мощными светодиодными лентами и передавать... Да, случайно менять цвет и передавать сигнал на меч. Это всё делалось для игры Кати Ривз «Товарищи археология», где они занимались, естественно, раскопками. В какой-то момент раскопка, они должны выкопать этот меч, а в какой-то момент докопаться до дракона. Дракона самого... Он будет рядом на следующем фото. Он вот такая вот зверюка. Её делал Арм, муж Кати Ривз, соответственно. И там внутри у него сидит оператор, и этим драконом оперировать. Он же беззубий, да? У него там экран, по-моему, он проходит. У него, да, разве экран внутри сохранил, да. И он, соответственно, видит, что происходит, и как-то может разумно двигаться более-менее. Насколько работало? Сколько работало? А, ну, собственно, зависело от аккумулятора. Мы туда заложили 3,18650. Ну, то есть, ну, сейчас, наверное, работало. Но логика, та, которую ты озвучил, она работала? Конечно, да. Вот. И он просто... Это он был... Не должен был много работать, он должен был такой вот пафосный выход. Да. Чтобы его с ним сразились, он, по-моему, не сразил, а потом его кто-нибудь сразил. Ну, условно говоря, плата внутри дракона меняла цвета рандомным образом и передавала нынешний актуальный цвет уязвимости, да, на меч. Вот. Меч принимал сигнал, и... Ну, ничего. И светился. И светился, да. Ты понимал, что вот, сейчас синий горит, бей в синий. Да. Да. Но это если... Ну, логика может быть и какой-то другой. Да, конечно. Да. Мы сразу поставили такое ТЗ. Вот мы его исполняли. Как дракон понимал, что ему дали именно в голову алипост? Ну, ээ... С сожалению, человеческим фактором. Не-не-не-не. А, как дракон... Дракон человеческий фактор, да. Мы не отслеживали попадание. Давай дальше. То есть, попадание не отслеживается, человеческим фактором он понимает, а он видит, что у него горит? Я... Нам не хватает оператора дракона в этой истории. Короче, я не знаю. Но говорят, они справились. Да. То есть, на экранчик выводилось, типа, что хит нашел... Не-не-не. Он сам как-то отслеживал. Ну, я подозреваю, что внутри дракона можно понять, что дракон в твою хвост. Ну, слушайте, как бы, я согла... Лично я считаю, что модель так себе, ровно по тем сомнениям, которые вы высказываете. Что я в драконе, я чувствую, что вы стукнули по хвосту, я вижу, может быть, даже, что меч зеленый. Откуда я знаю, что... У меня хвост зеленый. Ну, то есть, выглядит так, как будто это полдела, что, как бы, на мече должен быть какой-то датчик короткого действия. И когда он прикладывается в ту или иную часть, он синхронизируется с базой зеленой. Я согласен. Это проблема, как бы, но мастера сказали, хотим вот так. Ну, в общем, в драконе сделал человек, который это придумал, поэтому, наверное, он придумал так, чтобы он с этим справился. Вроде справился. Безусловно. Мы не знаем. Мы говорим о том, что это не масштабируется. Да. Это не очень переносимо, как историю улучшить. В общем, примерно так, как ты говоришь. Возможно, когда это случится, да, я занимаюсь. Не, вы просто достаточно сильно можете изменить вообще весь подход к монстре, к ведьмакам и ко всему остальному. Ну, короче, задача понять, что... Во-первых, меч должен понять, что им стукнули куда надо, и монстр должен понять, что его стукнули куда надо. У меня были идеи для бугуртов еще. Условно, под доспех надевается... Как это? Ну... Сейчас, как это сказать? Рукавка, на которую нашита пластина с акселерометрами. Вот. Дальше, понятно, удар сюда. Надеюсь, что вот здесь будет ускорение сильное. Вот тут послабее, а тут дальше слабое. И можно было бы отследить, что удар пришелся именно сюда. Но... На все не хватает. Да. Да. Это страшное дело. Я всем говорю, дорогие ролевики, пожалуйста, становитесь богаче, сделайте больше заказов, чтобы я мог наконец уйти работать из Яндекса и заниматься делом и работой. Вот. Давайте дальше. Значит... Да, это я, наверное, расскажу. Давай. То есть... В самой идее системы радиации в наших девайсах нет ничего нового. Мы ее делали с 14-го года, когда был проект под Fallout, там, Fallout Alpha Omega, на который мы сделали саму нашу масштабную модель радиации 700 устройств. Таких зелененьких, узеньких. Влад, возможно, вы их помните. Да, я их покажу. А, мне даже привез? Я даже привез. Да, мы их пытаемся отрицать, но они пока что-то с нами. А если съездить на больше 40 проектов, немножко устали. Да. Траченная жизнь может сделать. Вот. Соответственно, мы сейчас переносим и нашу, в принципе, эту модель на наше универсальное устройство игрока. Медальон по нашим медальонам. Если кто-то его когда-то не видел. Да. Соответственно, в этом году мы делали два проекта радиации. Один из ребят из Мариэн, которые занимаются квасами для детей. Ну, мы для них делали довольно простой проект, где у нас есть люстры, которые излучают радиацию тоже из медальонов. Давай-давай. Скажите, пожалуйста, нужно ли рассказать, как, в принципе, работала наша радиация на других проектах? Да. Да. Я коротко. Значит, короче, идея следующая. Можешь передать? Кого-кого? Медальон. Медальон. Сейчас, секунду я просто. Так. Любой другой медальон. Вот, например. Это старая модель медальона. Так. Значит, идея такая, что мы делали радиацию для Fallout. На примере Fallout я расскажу, что вообще. В рамках Fallout считается, что весь полигон равномерно задержан радиацией. И если ты просто сидишь в кустах и делаешь ничего, то через сутки ты от радиации умираешь. Значит, для отслеживания уровня радиации использовались вот эти вот штуки, которые мы называем Fallout Devices. С тех самых пор. У нас не придумали, у кого имя. Да. Так и не придумали. Скрепилось все, короче. Так. Значит, собственно, если с этой штукой... Ну, она вот сейчас показывает, что тут осталось... Ну, зеленый, желтый, красный, и дальше она умирает. Сейчас я включу полигонацию полюте. Значит... Ну, что поделать. Значит, в некоторых местах полигона установлены радиопередатчики на основе того же девайса. И вот, смотрите, мне уже поплохело. Вот. Значит, еще, если я не уйду из зоны действия этой штуки, то мне кранты. Ну, то есть, понятно, что ты у скорой надел модель, которая по полигоням все-таки часами происходила. Все. Умер. Вот. Значит, для того, чтобы отслеживать наличие радиации, был сделан счетчик Гейгера. Ну, собственно, в отсутствие передатчика. Ну, что-то фонит. Ну, это фон всего полигона, как бы, да, что-то есть. Вот. При наличии радиации оно... Вот я сейчас зажал антенну, оно стало послабее. Начинает ярко отрещаться. Да. Ну, тут, как бы, с расстоянием туго, но не суть. Вот. Значит, ну и, собственно, были аналогичные передатчики, которые обозначали чистые зоны. То есть, если девайс принимает сигнал, значит, вокруг чисто, не надо списывать хиты. Ну, и, собственно, дальше у этой штуки было большое количество различных дополнений. Для того, чтобы лечиться от радиации, было спаяно вот тысяча вот таких вот маленьких платочек. Это флешка на один килобайт. Вот. С ее помощью можно, собственно, вылечиться. Вот. То есть, да, при этом у нас записывалась... Независимая память, состояние, здоровье. Да. По этой причине... Так. Ну, вот, собственно, штука показывает, что... Я трух, но вот пилюля была воткнута, и вот именно что у меня получало. Это мастерская пилюля, которую мы называем панацея, она лечит, поднимает мертвых и все такое. Вот. На игре было штук десять таких пилюль, которые могли исцелять, там, какое-то снимать, восстанавливать какое-то количество хитов, которые могли давать неуязвимость к радиации на какое-то время и что-то еще там. Ну, то есть, можно, да, развить истологику, типа пять минут невизимости к радиации, восстановить половину хитов... Ну, в общем, сейчас ты придумаешь. И пока это пилюля воткнута, хиты восстанавливаются по одному в секрюлю. Например, всего хитов тысячи. Вот. Это автодок так. И тыкнулся, человек ложится, у него втыкается, значит, на шланг, шланг привязанной пилюли, и пока он, значит, лежит под этой штукой, у него текут хиты кверху. Еще можно похиляться от радиации, если ты гуля. Да. Обратная стойка, когда ты гуля, ты радиации не ухудшаешься, а наоборот улучшаешься. Улучшают, да. Ну, в общем, собственно, эту модель с разными вариациями мы для других игр тоже предоставляем. Да. Всю эту историю было несколько игр напрямую по фоллауту по схожей модели. Была два года или три назад игра «Ярм, Вячеславия, Сердце Боря», где тоже была эта модель радиации, причем в гораздо более жесткой системе, там были ограниченные радиационные поля, но очень сильные. Типа там за минуту-две они убивали. И вот, соответственно, в этом году мы делали довольно простой по логике проект для ребят из Мариэл. У него, соответственно, отличия были то, что он, да, тоже был сделан на медальонах, а не на холлаут девайсах. Там была универсальная система, то есть медальоны были и носимые устройством игрока, и блюстрами для радиации, и еще были монстры, на которых тоже висели медальоны. И там дети их просто чувствовали при приближении Мастрага, и он его начинал эмигрировать. Вот на фотографии детеныш с медальоном. Да, известное важное отличительное свойство этого проекта написано в последней строчке. Леша Еремин, который, к сожалению, сейчас не с нами, а в далекой... В швейцарии, в швейцарных ворота. Да. Он на основе кода Крейла сделал API, чтобы можно было программировать логику медальона, не погружаясь в дебри нижнего уровня. И, соответственно, даже вот я, когда я знаю эти плюс-плюсы словарен, в общем, программировала эти медальоны. Крейл для этого проекта, ну именно для самого проекта, не написал ни строчки. Да. Ну, собственно, я хочу сказать следующее. Вот форма Fallout Devices обусловлена тем, что мастера очень просили максимально урезать себестоимость. Поэтому у них нет корпуса, они вот имеют небольшую площадь, у них малый функционал и так далее. Вот. Дальше, когда у нас образовалось 700 Fallout Devices, мы стали на них делать всё, потому что это удобно. Ну и дальше медальоны, на самом деле, являются потомками Fallout Devices. У них внутри есть RGB светодиод, вибромотор, пищалка, радио, акселерометр мы пока не используем. Разъём на пилюль. Разъём на пилюль, да. Вот он. Это пилюль, это пилюль, это люстр радиации, а это монстр. И переключателем мы же регулируем дальность радио. Да. Собственно, с радио история такая. Ну, вообще, возникает задача, как определить расстояние от объекта А до объекта В. Эта задача просто не решается, к сожалению, и дёшево. Самый дешёвый способ – это по уровню радиосигнала. Но уровень радиосигнала чудовищно зависит от моря других, как это называется, параметров, да, и факторов. То есть, я повернулся спиной к человеку, у меня уже расстояние упало в три раза. Поэтому каждый раз, когда мы говорим про расстояние, мы говорим, что мы можем от трёх метров до пятнадцати метров, например, такой диапазон. Вот это можно зафиксировать. Но более точно неустойчив. А он крайне неустойчив, да. То есть, все эти вот проекты радиации, она понимает, что они вероятностные. То есть, когда мы имеем дело с полем Палаута, где у нас всё радиационное, здесь примерно побольше, здесь примерно поменьше, это работает литно. Вот на проекте Кассатара, когда ему нужно было прям чётко зоны очерчивать, было прям сложновато, и местами странные эффекты, пошёл сортируемый. Ну да, потому что какие-то пакеты долетают через пятьдесят метров. Зовёт, ты пакет прилетел, и тебя убесит. Деревянство отбывает. Ну да, так бывает в нашем опасном мире. А сейчас это было Wi-Fi. Вопрос, значит, потом. Проприетарное радио, значит, на основе радиомикросхема CC1101, значит, это 868 МГц и протокол наш самописный. Ну то есть, мы обычно... У нас есть некоторый стек, что называется, протоколов под те или иные задачи. 868 МГц было выбрано, потому что лес для 868 МГц более-менее прозрачен, приемлемо прозрачен. Потому что 2,4 ГГц в лесу, в густом, если ты антенну глазами видишь, то сигнал проходит. Как бы не видишь, и всё, до свидания. Радио в смысле полегче. Надо повторяться. У нас 21 минута, да? Пошла. Прошло 24. Надо повторяться, да. Соответственно, я сейчас быстро и решительно расскажу ещё про медальон, по медальонам, которые я делала, чтобы продемонстрировать возможности медальонов универсального устройства. Дело в том, что когда ты молоток, всё вокруг похоже на гвоздь. То есть, когда у меня в руках есть медальон, у меня тебе всё хочется решать, все задачи на поликоне таким образом. Я в этом году, в октябре, делала игру «Ветра весны», опять же по ним, по летающим китайцам. Соответственно, и там были тоже медальоны игрока, которые решали 3 задачи разом. Во-первых, они используют мастерское устройство. Я это ещё попробовала в своём прошлом проекте, мне очень понравилось. Это мастерское устройство для игр, сыграющих мастерами. Или, по крайней мере, мастерами, где-то, которые находятся в пространстве полигона. Ну, это очень простая. Один медальон лежит на мастерке, другой запихнут за пояс проводящего мастера, который где-то внутри в полигоне. Хорошо работает только на коттеджах, потому что маленькое пространство. Вместо того, чтобы бегать по коттеджу, искать мастера и звонить ему по телефону, на мастерке нажимая кнопочку, у меня брюшки вибрируют. Я понимаю, без меня не обойтись. Нужно спасать. Это двусторонний был? Он был двухсторонний, но сюжет работал двусторонним, потому что другую сторону было не нужно. То есть мне не нужно было вызывать мастерку ко мне, а мастер призывает мастерки. Нужно было, чтобы я могла, например, если у меня какая-то игровая сцена... Кстати, работала. Я делала так, я получаю сигнал, я нажимала, типа, ребята, я вас слышу. Они получали мой сигнал обратно, и через 2 минуты я заканчивала сцену и приходила к ним. То есть замена рации. Это по факту замена рации, она просто хорошо незаметная. То есть ты не прерываешь никакой процесс, не достаёшь никакой девайс ниоткуда, даже у голосов ухи нету. Просто ты себя что-то провибрировал, ты что-то понял, никто у меня не заметил. Что-то у меня живот бурчит, привёк на мастерку. Это же рацион с ухом, она может визуально будет резать. Да, да. А если медоемный, то он не заметил. Он не заметил, потому что реально у меня просто в поиске лежал. Потому что не было никаких посторожных. Вот, соответственно, да. Был второй механизм, очень простой. На тех же медометах. На игре были... У нас сейчас на игре есть модели, которые используют тайминг. То есть там 15 минут, мы лечимся... Ты тебя полечили, жди 15 минут. Тебя укусил гуль, там, жди 15 минут, ещё что-нибудь. Несмотря на то, что мы стараемся все эти тайминги сводить к одинаковым цифрам, то есть у меня, например, было 5 минут, 15 минут и полчаса разные таймеры. Всё равно неудобно заставлять игроков это считать. И отмерять как-то самостоятельно, ходить с телефоном, запоминать каналы. Всё равно будут некоторые. Ну и так будет. Поэтому у меня был в игрозке таймер. Он висит на девушке на фотографии. Там просто было три кнопки. У вас есть три кнопки. Если нажимать одну кнопку, он стартовал таймер на 5 минут. Вторую на 15, третью на полчаса. И, соответственно, в фоне он был светло-зелёным, когда нажимал кнопку, он становился красным, он потихонечку возвращался к своему первоначальному свечению. Простой и удобный механизм. А в конце он вибрировал? Да. Да. В конце он вибрировал, чтобы дать сигнал, что всё, таймер вышел, ты здоров, возвращайся к реальности. А можно таймер от 2 минут запустить? Нет. Нельзя. То есть это было очень простое. Такое вот быстрое, простое решение. Ну и, соответственно, третья функция, которая висела на нём же, это наш старый функционал волшебных дорожек. Мы его много раз делали, но показать мы его не можем, потому что у нас его нету. Это когда у нас есть цепочка, повешенная по лесу. Значит, идея такая. Мы берём фолота девайс и завешиваем их вдоль тропинок. В правилах пишем следующее. По лесу можно ходить только от светлячка к светлячку. Не видишь светлячка — всё, ты не можешь никуда идти. И тогда для обычного человека лес становится неприступным. Человек не может по нему перемещаться. Но если у человека есть медальон, человек подходит к лесу, и перед ним зажигается светлячок. Или, например, может быть... Не светлячок. На границе леса может быть... На границе леса может быть арка, которая загорается вон в присутствии медальона. То есть я подошёл с медальоном к лесу, передо мной загорелась арка. Я через отварку могу пройти. Либо чтобы лес не светился, можно обратно медальон повесить. Медальон светился там между палками. Светящийся лес — это очень классно. Люди очень любят, когда светящийся лес. Короче, когда ты подходишь к лесу, перед тобой зажигается светлячок, ты к нему подходишь, перед тобой зажигается следующий, ты идёшь к нему и так далее, и у тебя за спиной они гаснут. Поэтому ты вот идёшь один. Первый раз мы делали эту модель на игре охоты на ведьм и на людей, и произвело очень большое впечатление, потому что вот чувак, он был, ну они все охотники на ведьм, он получил в своём там магистрате какую-то хрень, ну какой-то амулентик. Он думает, ну ладно, амулентик ему дали. И его выслали на маршрут. Он идёт по лесу тёмным, он смотрит, и вдруг перед ним зажигается свет. Момент в том, что эти штуки можно использовать для разных медальонов, прокладывая разные дорожки, чтобы разных людей по разному водило. На одной игре мы сделали такую систему, что если на одной поляне соберётся семь, собственно, держателей и медальонов, то вот тогда перед ними загорится, значит, дорожка в волшебное царство какое-то. Это было круг шетра. Да, круг шетра, да. Ну то есть они собрались на поляне, перед ними загорелось вот это вот, их было ровно семь, и тогда они смогли добраться куда-нибудь. Следующий пункт у нас в программе, следующий седан, когда вы добраться, его нечаянно показали. Да, давай дальше. Так, значит, светодиодная картина. Собственно, задача была поставлена на нашей игре, прошлогодней, по Долкину. Мысль такая, что есть, собственно, карта Средиземья, тут её плохо видно, на что поделать. Значит, есть Ангвант, ну, не Ангвант, по зелёным, а зелёным дори отсветился. Да, зелёным дори отсветился, да. Ну и, короче, дальше идея в том, что есть какие-то места на полигоне, которые могут быть захвачены либо орками, либо эльфами. Ну и дальше, собственно, на карте появляются соответствующие места. То есть пришли орки, захватили какое-то место, пришли Нолдор, отбили это место, поставили там крепость, теперь там ищут белый цвет. И задача состояла в том, чтобы окружить Ангвант, собственно, кольцом Осады. Ну, это без анализации, а бокрокарты, по сути. Да. Для того, чтобы это добиться, была сделана картина, внутри неё матрица, вон там написано, сколько светодиодов. Это, конечно, RGB светодиоды, каждый индивидуально может загораться. Картина сделана так, что карта бумажная и вкладывается сбоку, так что можно туда вложить любую карту. Что мы и сделали вот на другой игре, соответственно. Да, как и так. Значит, сигнал на карту передаётся с... ноутбука, в USB втыкается как-то свисток, и дальше ты на карте в приложении тыкаешь пальцем вот сюда, вот этот квадрат сделать такого цвета. Радиосигнал передаётся туда и всё загорается. Соответственно, да, вот было приложение на ноутбуке, на котором подгружалась эта картинка, и ты себе тыкал мышкой, а она... И это Лора, да. Да, это, собственно, итих. Но, когда не было интерактивной карты, то есть это не было, что у нас полигоны захватили, и там... Ну, короче, интерактивность обеспечивают мастера. Такого функционала зато не было, да? Ну, то есть мы могли бы поставить на каждую точку передатчик, и сделать так, что там пак, значит, поставили, там нажимают... Ну, можно было бы, но мы не стали этого делать. Значит, да, в этой картине мы использовали модуляцию Лора, которая увеличила дальность до 600 метров в лесу. Но это мало. Да, это, конечно, мало, но лес просто был очень пустой. Мы рассчитываем, что на более открытых пространствах там будут километры. То есть хотелось управлять с мастерки, а хотелось все-таки выходить на дорогу перед мастером. Да. Так. Ну, спасибо. Да, блин. Так. Да, значит, следующую модель, которую только в презентацию мы ее не привезли, модель трубкого груза. Идея стоит в том, что валяются ящики, и нужно их нести, и нужно их нести аккуратно, потому что у них условно метроблицерин. Мануфакторум. Ну вот, и если ты стукнешь, то становится плохо. Я не помню. Мануфакторум. Вот кажется, люди были и трогали. Трогали, да. А там еще Шатовский был. Ну, по-моему, не смотрим, он был Шатовский, и это говорит о том, как выставили ящики в фотографии. Да. Ну, в общем, штука в том, что индикация была взята из Мандалорца. То есть, вот есть ящик, он свистится с зеленым в шкала. Ты его несешь, он дрожит. Шкала становится желтее, краснее. Когда она становится желтой, начинает звучать сирена. Когда она становится красной, более громкая сирена. И наконец-то взорвается. И если ты замер, то он потихонечку остывает обратно. Ты снова пошел, он опять как-то нагревается. То есть, можно было его, если ты делал приближенное движение, можно было постоять и дать ему остыть. Да. Да, просто Мандалор показывает, как они везут на грузовике. Нагревающийся груз, от тряски. Вот мы позаимствовали оттуда эту идею. Ну и, собственно, если ты неаккуратно все-таки этот ящик уронил, там раздается звук взрыва, собственно. Мы сделали электронику, а ребята приделали эту электронику к картонным ящикам. Но электронику мы делали, на самом деле, на основе световых мечей наших. Да. Но световые мечи, и световые мечи не привез, но ничего. О, и стандартный. Так, значит. Один из новых проектов взял в этом году. Он еще нигде не показывал, что у него нет. Собственно, мы сделаем... Ну, сейчас... Это был подарок. Моя прелесть мы подарочим. Да, наша прелесть. А, сейчас второй подарочек покажем. Вот, в общем, это очень нетипичный для страны проект, потому что он немасштабируемый. Тут просто куча ручного труда, как вы можете видеть, по проволоке, пальке и кроводам. Да, в последнее время у нас еще много таких проектов. Мы все тоже немасштабируемо. Ну, то есть, колбы немасштабируем. В тюкбе немасштабируемо. Да, собственно, мысль в том, что тут стоит акселерометр, и скорость мерцания светобиодов зависит от скорости движения, собственно. От скорости движения. Вот, я замерла, да, и начал все замедляться и успокаиваться. Вот. Что еще сказать? Ну, в общем, да, очевидно, что тут пайка проволоки, 3D-печатные капельки, 3D-печатная пряжка, в которой спрятана плата с акселерометром и аккумулятор. Еще интересно, что работает это, на самом деле, как флешка. То есть, можно подключить к компьютеру, и в краю белого чудесный файл, где можно очень легко менять всевозможные параметры этого свечения, выставлять любой цвет, любую скорость мерцания и так далее. Это можно сделать каждому, кто, в общем, обладает переходником USB-неUSB. Ну, флешка тоже подключается к компьютеру, то есть, мы пытаемся, чтобы все подключалось к компьютеру. В общем, безусловно. Так, и второй подарочек. Вот, тогда вот он. Да, давай. Сейчас. Мой прелесть! Мой прелесть! Так, почти она! Мой прелесть! Да! Включай, включай. Короткое нажатие. Ну, собственно, я пока еще не сделал красивый эффект, потому что я это доделывал вчера, конечно, даже еще. Ну, собственно, некоторое время назад были сделаны такие вот штуки. И он газен, потому что у нас сел аккумулятор, но это неизбежно. А. Значит, собственно, такие жезлы мы научились сделать. Да, кроме... Да, в какой-то момент мы осознали, что вот эти вот такие вот шары для фонтана, что включено по рукам, очень красиво рассеивают цвет. И теперь надо этим пользоваться. А еще здесь очень уходит 3D-модель змеи, которую я делал на метро. Единственная просьба, главное не роняйте, потому что она хрупкая, заразок, не знаю что. Там 150 чешуечек. Да, модель змеи, прям наркомания. А, это, по-моему, часть кипаться, ты эту печать показывал. Да, я кидала змею, я, по-моему, часть кипаться, или Хрейлхоз. Я точно не кидал. Значит, я. Давайте дальше. О, там есть. Это смола. Смола, да? Змея. Это фотополимерный принтер. Да, мы, собственно, освоили фотополимерную печать помимо FDN-печати, поэтому вот эти кристаллы тоже предопечатали. Да, ну, собственно, новые кристаллы, вот они, пожалуйста. Как старые, то там новые. Да, вот старые кристаллы выглядели вот так. Значит, у них, опять-таки, функционал, что есть три кнопки, можно менять цвета. У них есть, конечно же, радио. Ну, есть акцелерометр, но мы его обычно не использовали. И, собственно, задавший цвет можно подождать какое-то время. Вот он моргнул, значит, он запомнил цвет. В следующий раз включится этим же цветом. Вот. Всем эти кристаллы были хороши, кроме двух вещей. Во-первых, собственно, сами кристаллы мы отливали из прозрачной эпоксидки. И это требовало массы ручного труда. Значит, второй минус – это отсутствие корпуса. Поэтому мы делали вот эти тряпочки. А, тряпочки, да. Тряпочки, да. Вот. Здесь все гораздо лучше, потому что есть, собственно, 3D-печатные кристаллы. Они съемные. Они съемные. Да, они съемные. Значит, крышка, батарейный отсек. В общем, все культурно сделано, так скажем. Да. Цепь кристаллов основная будет красивеньким. Но, в принципе, у них тоже есть радио. Они, вот, нам показывала Пёрлица, как она владеет кристаллами в помощи флейте. И, соответственно, все сюжетные возможности, которые дает нам радио, они тоже с нами. То есть, если физическая локация может обстаниться зелеными и голубыми кристаллами, подходит орк, они краснеют. Мы же это сделали для охоты веры для русов. Несколько лет назад. Ну, и наоборот. Принес волшебный кристалл куда-нибудь, и вокруг тебя, значит, что... Глодно сломилось пространство. Значит, следующий ход. Значит, собственно, мы, опять-таки, в какой-то момент, обнаружили, что эти шары для фонтана очень красиво переливаются, если их подсвечивать вращающимся цветом. Да. То есть, мы обнаружили, мы это... Павле Дзитко сделали посохи для эпидемии, и решили эту вот идею размножить. Самым простым способом. Мы сделали вот артефакт, посвященный этому свечению. Так. Всё, давай дальше. Давай дальше. Вот всё. А бывшему ничего и нет. Ну, конечно, у него тоже есть радиокселерометр, потому что во всем есть радиокселерометр. Да. Да. Они идут на игры, а теперь вот разные аспекты. Так. Сфера для звёздных войн. Сейчас я её включу. А я помню. У меня сейчас... Ну, собственно, вот она. Тут есть кнопочки, которые можно нажимать, и оно издаёт звук. Я не помню код. Сейчас я посмотрю. А, я помню. А, ты помнишь код? Вот держи тогда. Дай сюда, дай сверку. Дай сверку. Держи. Вот. Собственно, мысль в том, что игроки довольно быстро нашли сферу. Ну, кнопки понажимали, ну звук, ну и что. Ну, дальше они пришли, нашли какое-то место, в котором был записан код, и дальше нажали... Это и объект. Вот там вот, да? О, подожди, как я... Да, 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 да. Улыбки. Да, 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 да. Ну, как с тобой, да? Я понял. Ну, в общем, да, вот. Ну, да, да. Да. Это наше первое видео на микроконтроллеров. Да. Это со мной плюсы этого проекта. Писать декодер нужен джеткер, это было довольно неудобно. Да. Для игры и кубелы про обозвенную вольну. Да, вот, собственно, мы нашли... А, давай про замки тогда я прямо скажу. А, давай, что так течет. Да, тут чуть-чуть кристалл-тук. А, давай, что так течет. Тут чуть-чуть кристалл-тук. И там, там красивый экипартный фон, который мы вот так вот держим за этим человеком, пока вот это снимается, как мазер скинули за ним. Значит, еще один довольно давний проект, это лазерная дверь. Сейчас светло, поэтому плохо видно. Вот лазерный луч, да? Идея стоит в том, что он приделывается вот так вот к старику двери и перекрывает лазером... А если создано задымление, то там прямо видна плоскость, это красиво. И в пещерах лазает, да? Да, в пещерах отлично. Собственно, для каждой панели можно назначить свой код. Через 10 секунд она, через 15, закрывается обратно. Звуки везде из фильма «Чужое-Чужие». С этой стороны код нужно выводить. Я просто помню, что я... А, нет. Ну... Нет? Нет? Нет, он от карты не подошел. Не подошел. Ну, короче, да. Я за мной сказал, что я должен установить пароль. А, у него есть, он сказал, установить пароль. Да, у него есть, он сказал, ставить пароль, мы его не скажем. Значит, собственно... Да, тут, собственно, сделана модель взлома. Сюда втыкается специальный, значит, хакер-тул, который подключается к ноутбуку. И от этого хакер-тула торчит специальный щуп, которым хакер нащупывает процессор. Значит, на экране компа при этом строится гистограмма, адекватность которой пропорциональна тому, насколько точно хакер нашел процессор. Ну и дальше... Ну, то есть там правда, он правда ищет источник сигнала. Собственно, и дальше, в зависимости от сложности замка, из этой гистограммы можно с той или иной точности получить примерный код. Ну и дальше сложный замок там скрывался за полчаса при деятельном участии хакера. Так, простой, собирался за пять минут. Ну, собственно, это использовалось на подземной игре, но с той поры модель взлома ни разу не использовалась. А замки ездят постоянно? Да, замки ездят постоянно. На кодной игре, по-моему, пути из хита, приделывали модель взломанных QR-кодах. То есть, мы открыли QR-коды, а модель взлома была на смартфонах, написанная нашим другом из царстана, если нашипать. То есть, тут совсем слабый светодиод. Значит, это замок на карточке? Слушай, по поводу замка. А можно сделать, чтобы не на ноутбуке подключался компьютер-тул, а покомпактнее что-нибудь? Скажем так, если сегодня мы могли бы прикрутить туда Bluetooth какой-нибудь, замок со смартфона... Нет, не обязательно диспансион, чтобы так же с тулом, но не ноутбук, так сказать, с собой, а что-нибудь более компактное. Ну, телефончик, что-то там есть. Ну, короче, теоретически можно, но пока не было запроса, наверное, я так скажу. Возможно будет. Ну, собственно, это замок на карточках. Собственно, Московское метро, пожалуйста. Это карта формата MyFire Ultra Light. Самая дешевая, самая простая. Ее особенность в том, что у каждой карты есть уникальный идентификатор, вшитый на фабрике. Она всегда считается, даже использованная карта. И поэтому Московское метро – это источник бесконечного количества бесплатных уникальных ключей. Ну и, собственно, дальше вот набрал на метро кучу карточек. Карточка является, видите, вот эта вот не срабатывает, он загорается красненьким. Ну, сейчас я его добавлю. Ну-ка. Вот номер моргнуло. Вот, пожалуйста, она открылась. Это самая первая модель замка NFC. В нем, кажется, 256 ключей может храниться. Собственно, была вторая модель, которая умеет еще разговаривать. Собственно, издавать звуки. А смысл только в индикации или какая-то интерфейсная часть есть? Смысл только в индикации? Смысл индикации, потому что, ну, там, классическая ситуация, что, типа, отъезжающая дверь, ее нужно сделать. Я даже мотор купил. Ну, то есть, выходы на то, что, типа, там, если замок открыт, подать единицу сюда, то, конечно, есть. Просто кто-то должен сделать эту механику. Хадим, да, не хочется. Ха-ха-ха. Ну... Сделай ее. Ну, короче, когда этих замков было много, висело в обороте, было прям круто. Потому что у кого-то были ключи, у кого-то еще... Ну что, и на этом, на самом деле... Тут наклевывает запах. Все показали? Да. Красивый ты не показывал. Нет, я его не показывал. То, что я из него его вытащил... А-а-а! Ты из него вытащил. Просто красивый. Ну, короче... Красивый. Вот. Только сейчас... А, ты его разобрал в МИЮ? Да, я просто... Понятно. Ты его разобрал в МИЮ. По поводу фалаутовских старых, да, и медальонов. Я вижу тут два... Три-а... Три-а... Батарейки, да? Медальона стоит. Медальона стоит. Медальона стоит. А-а-а. 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 Как это повлияло на время работы? Это лучше. Это связано с тем, что из полутора вольт поднималось до трех вольт, и это увеличивало ток. А этим батарейкам удобнее, когда ток маленький. Поэтому две батарейки А работают дольше и удобнее, чем одна А. Значит, второй вопрос. Я понимаю, что ты говорил про сопростояние радиосигнала, я ли этим пользовался? Просто понимаю, стало как-то по-другому у этого медальона? Чуть лучше, только уже, так же? Ну, так же стало. С антеной там то же самое. Антену лунеет, к сожалению. То есть... Ну, все то же самое. Да, супер. Существенно ничего не знаю. Проблема это вообще в области прохождения. Я не все понимаю прекрасно. Это в реакциях 100 лет сразу. Да, да. А радиосигнала? Да, да. Да, да. Опять вопрос, я его задаю. А, а у этих... Ты пришел у нас в АГАСе? У них есть какая-то тоже интерфейсная шесть? А-а-а-а. У меня ребенок. Куда у меня есть дырки, которые можно припаяться вперед? То есть на вход там кнопки, как ты говорила, да? У медальонов есть три кнопки, если надо еще к ним припаять, но припаяйте вот только пивом, может быть выходом, может быть входом. Я просто хотел сказать, не знаю насколько это будет интересно, но мне кажется по теме подходит. Я решил просто немного похулиганить Николе. Так. Поэтому я заказал на... Извиняюсь, может быть это будет прозвучительно, на Алиэкспрессе. Нормально. Ага. Я заказал скромного паучка. Он, который раздвигается, у которого где-то где-то метр... ну 75 сантиметров он такой вот. Становится... Паучок-паучок. Как и с Хоббитом. Я заказал на Алиэкспрессе вещь. Там динамик, связан он с датчиком движения. И я их, соответственно, совместил. У меня получился паучок, который сидит на пеньке. Так. И если кто-нибудь к нему приближается, особенно в темноте, пенек я расположил рядом с строкой, он начинал зверски ругаться и шикать заклятия. О-о-о. Дядь, вы так вам сейчас. Я докажу, когда... Поживает, и вы сделаете. Да. Второй вариант, я просто это устройство устанавливал над зеркалом. И получалось устройство у дядюшки Аллы. Который этому ругался. Не нравишься ты мне. Борода нечесанная. И прочее, прочее. У нас камень тоже как может хаметь. Ну, собственно, мы делали говорящие портреты с датчиком движения. Это тоже было довольно бодро. Ну, то есть, когда про хочешь него портрет, он тебе что-нибудь говорит. Очень был смешной эпизод, когда Волгомор со всеми своими людьми мешается по Хогвардсу и сейчас у Противленцев. У него там и Змей, и Черный Маг, и Латилист. И вот он заходит в темный коридор и, значит, из угла. Ай-яй-яй-яй-яй. Он туда смотрит, там портрет. Вы слишком невнимательны. Но ваша проблема не в этом. И Волгомор такой, а что делать? Ничего он сделать не может, потому что портрет жил. Причем этот портрет давлял и Губу Волсон. Прям с техникой делом звучал. Волгомор. У меня есть смешной случай был, когда кто-то портретку навез, и пошел на фокурном вокзале, уже берет свой рюкзак, а я думаю, сухоголос был очень невнимательный. Аниме. Сейчас заканчиваем? Да. Да. Разворачиваемся. Сухоголосом. Аниме.